Вечно зеленое дерево только одно, Друг неизменный опять же один, Даже на солнце при случае видим пятно, Какая надежда на нас, Легко умереть молодым. С несметным сокровищем блага Иисус, Безмерная его доброта с милосердием в купе, Если в пустыне стучится от змеи укус, Спаси милосердный, Успели промолвить бы губы. Он все заполняет собой в пространство На этом листе, посвященном его благородству. Когда бы помыслил иначе, То это и было бы страшным. А так все естественно, искренне просто. И если бы нити тянуть, Еступала нога до храма на проповедь, Каждый увидит веревки. Учусь похвалу Иегове нескучно слагать, Где Библия и Бог охватили края и середку. Трещит телефон, разорвав тишину и лихолетие, Размашився сею библейскую россыпь в эфире. Мысли о Боге, слова на языках из клетки, Распахнут и корни писания радости шире. Я славу Творцу тороплюсь возносить, За злобу вчерашних друзей и за дикий поджог. Пусть душу, как стол поясея над станом зенит, Возносит хотя бы на малый шажок. Во сне, так ритмичное дыхание и сердце биение, Усталость дневная незримо под утро отстанет, И ты надо мною, мой страж, успокойся с наведением, Не зря же телесный мой храм называется станом. Чудес бесконечных со мной и случившихся тьма, Как жаль за случайность, по тупости смог посчитать. В свободу врата расставания пустая тюрьма, Свой след размышления оставит в подушке щека. Ты вечный создатель, изъезжитель вселенной, Как счастлив, что дружбу с тобой я сумел уберечь, Что страстно любил, привязался с его, Все сверхтоотленно. Любите Творца Иегову, об этом с восторгами речь. 3 февраля 2005 года.